В 2007 году Крис Мэтсон, человек отвечавший за значительную часть сюжета игр Blizzard, рассказал о одной интересной идее. О ранее закрытых порталах, которые смогут открыть вновь игроки, что откроет им целый простор для иных миров. Игроки по этой задумке должны были с помощью этих порталов отправляться в другие, совершенно иные миры. К сожалению, в полном размахе идея с иными мирами не была реализована в игре. Однако в истории Варкрафта есть еще много альтернативных миров или просто локаций, фигурировавших в сюжете игры, но лишь мимолетом, показанных в самой игре. В общем, в этом ролике я хочу рассказать о местах, локациях и мирах, в которые, по крайней мере сейчас, не суждено попасть игроку, но о которых что-то известно. Таинственный мир под названием Ксарот, или по-другому Зарот, как и многие другие миры вселенной Варкрафта, много лет назад столкнулся с угрозой Пылающего Легиона. О этом мире, в отличие от какого-нибудь Аргуса, который также был окутан силами Легиона, известно совсем немного. Когда-то давно это был обычный мир, мало чем отличавшийся от подобных миров. Затем на Ксарот пришел Пылающий Легион. Местные жители по какой-то причине отвергли Пылающий Легион и отказались ему подчиниться. Пылающий Легион ответил на отказ от подчинения жестокостью. Легион уничтожил и превратил в руины этот мир. Они жаждали с помощью демонов показать свою силу. Таким образом, местные жители посредством силы были порабочены. Наблюдателям за тем, что осталось от этого мира, был поставлен демон по имени Лорд Хелнурат. Пускай о этом разрушенном мире известно ничтожно мало, небольшое взаимодействие с этим миром есть и в World of Warcraft. Как правило, больше всех с ним взаимодействовали чернокнижники. Во времена Ванилы чернокнижникам стал доступен квест на эпического ездового маунта, по итогам которого игроки получали Пылающего Коня. Этот мир, это что-то вроде родного мира этих огненных пылающих коней. В этом же мире можно встретить подобных коняшек, но с немного другим видом и оттенком, которые игроки получали примерно в Легионе. Это чуть ли не единственные местные обитатели, о которых хоть что-то известно. В конце в ванильной цепочке на маунт чернокнижников, игроки открывали портал в сам Ксарот, откуда вываливались полчища демонов, во главе с наблюдателем этого разрушенного мира, Лордом Хелнурадом. Пусть этот Лорд крутой и натрезим, это вообще никак не мешает игрокам быстренько его отпинать и отжать его Пылающего Коня. Чуть больше о этом мире стало известно с выходом дополнения Легион, в котором Пылающий Легион вновь вторгся в Азерот. На расколотом берегу можно было встретить редких культистов и рыцарей Скверны Ксарота. В одной из локаций даже был открыт портал в этот порабощенный мир. Игроки в Легионе встречают и своего старого знакомого, ранее отпинанного ради Пылающего Коняшки, Лорда Хелнурада, в виде предводителя сил Ксарота. Также в игре можно было обнаружить пару вещей, где упоминался этот мир. Это были всякие способности, глифы, книги и какие-то белые или серые предметы. К сожалению или к счастью, более масштабных появлений этого мира в игре на данный момент нет. В большинстве историй о Пылающем Легионе говорится о бесчисленных демонах, несущихся по мирам. Но хитрые демоны знают, что грубая сила это не единственный способ победить врага. Одна ложь может разрушить союз, одна капля яда может покалечить великана, а одна болезнь может превратить большой город в кладбище. Другому миру, на который пришел Пылающий Легион, повезло не больше, чем жителям прошлого мира. Только уничтожили их совершенно другим образом, методом раздора и внутренних противоречий. Когда-то давно мир под названием Наванне был обитаемым небольшим количеством разумных рас. Они имели между собой много конфликтов и противоречий, войны, раздоры и всякое такое. Однако, приход Пылающего Легиона заставил вчерашних неприятелей воплотиться в единый союз, противостоящий Легиону. Демон по имени Катранатир решил не идти на этот союз напрямую, в лоб, а использовал хитрость. Владея оружием под названием Апокалипсис, он решил расколоть этот союз. Демон начал совершать диверсионные вылазки. Он принимал облик местных обитателей и распространял слухи, что противоположная фракция в их союзе хочет их предать. А использовав магию оружия Апокалипсис, тот заставил защитников Наванне забыть о здравом рассуждении и адекватности мыслей. Всего за одну ночь союзники стали врагами. Как описано в одной записке в игре, Катранатир издалека восхищался своим творением, слушая симфонию хаоса, наполнявшую ночь. Вскоре мир Наванне был уничтожен. Кстати, сам предмет Апокалипсис игроки смогли узреть в самом Баркрафте, в отличие от самого мира. Апокалипсис в Легионе стал артефактным предметом, который могли получить Рыцари Смерти, выполнив цепочку заданий. Смертокрыл – это огромный и смертоносный дракон, который смог перелопатить Азерот, изничтожив целые зоны. В дополнении к Катаклизм, где Смертокрыл и проявил себя больше всего, должна была появиться локация под названием Шрам Крыла Смерти. В этой зоне должен был располагаться вход в локацию под названием Подземье, важное место в дополнении. А также, именно отсюда, должен был двинуть Смертокрыл по пути, уничтожая и раскалывая Азерот. Эта зона находится севернее столицы Хоманов, Штормграда. Восточное Королевство должен был пронизывать огромнейший шрам, протянувшийся от Шрама Крыла Смерти на западе континента, и до Сумеречного Нагорье на востоке, ведя свой путь в подземелье Гримбатол. Шрам от Смертокрыла должен был пронизывать несколько локаций. Эта зона должна была стать важным местом в катаклизме. Однако, сначала вход в подземье решили переместить в водоворот, а саму зону решили только оставить на карте, ведь если туда приблизиться, то окажется, что зона недоступна и затоплена водой. Остались лишь наброски старой идеи. Например, огромный шрам в бесплодных землях с выжженной почвой и пылающими останками, пронизывающий значительную часть локации. Вероятно, это остаток древней задумки с вырезанной локацией, шрамом Крыла Смерти. А на ранних концептах Сумеречного Нагорье можно было найти шрам, который как раз таки и вёл в подземелье Гримбатол. К сожалению или к счастью, локация и огромный шрам на весь континент так и не появился в игре. В ту же печку, раз затронул Сумеречное Нагорье, полетела под зона с культистами. Местные культисты, коих в зоне и без того хоть отбавляй, должны были заниматься раскопками чего-то странного, каких-то древних останков, вероятно, связанных с древними богами. В один из этих останков вонзён крупный меч. Примечательно, что такой же меч и такие же останки древнего существа можно было встретить на соседнем континенте, в Калимдоре, где уже другие культисты должны были заниматься тем же, раскапывать и изучать древние останки чего-то зловещего. Во время беты Дополнения Катаклизм, зона в Сумеречном Нагорье была переработана вместе с этой подзоной. На юго-западе от Восточных Королевств в море на некоторых старых картах можно приметить один дивный островок. О нём говорят редко, да и о нём самом известно совсем немного, лишь крупицы информации. Это Остров Грабителей. И назван этот остров так совсем не случайно. Когда-то давно это было обычное место, обычный остров в далёком океане. На острове обитали мурлоки, мелкие животные и василиски. Остров был объят каменными скалами, создававшими природную преграду для кораблей и непроходимыми тернистыми лесами. Тёплый тропический климат острова разбавлялся ранними утренними туманными дождями. В остальном климат острова был тёплым и солнечным. Во времена Третьей войны, когда плеть начала заражать, опустошать и захватывать бывшие земли людей, некий Дюк Фулриверт, морской капитан и представитель знати Лордерона, находился в море со своими боевыми кораблями. Ему пришло донесение, что в земли людей пришла неведомая зараза, превращающая хуманов в всяких вурдалаков и опустошающая один город за другим. В донесении также указывалось, чтобы Дюк вместе с флотом прибыл в береговой городок Дрисбург, отправившись с флотом в путь и приблизившись к городу, тот увидел, как силы плети уже осаждают город. Дюк сначала было решил помочь жителям города отбиться от неведомой угрозы. Канонады и корабельные пушки начали обстреливать берег, но большого эффекта это не возымело. Нужно было делать высадку на берег. Тут Дюк замешкался. Он поразмыслил и прикинул, что примерно шансом 50-50 он сможет спасти Дрисбург. Однако, среди личного состава его флота будут серьезные, огромные потери. Прикинув также, что основное население города это мигранты из земель дворфов и гномов, которых он, видимо, не любил, или недолюбливал, тот решил сказать Олфидер Зейн и, ослушавшись донесения, бросил городок на пожирание силам плети. Часть команды была против этого решения, но уже было поздно. Примерно полагая, что плеть это непосильный, жуткий враг, а возможно вообще непобедимый и, видимо, полагая, что сейчас в Лордероне вряд ли камень на камне остался, предложил своей команде следующее. Кто хочет сражаться за Лордерон, пусть идут сражаться за Лордерон. Он не против. Но с остальными же он свалит куда-то в безопасное место, на юг, желательно на какой-то островок, куда плеть просто не сможет добраться. Часть команды выбрала первый вариант и погибла, сражаясь за Лордерон. Ну а с теми, кто с ним остался, он двинул в Южные моря, где и наткнулся на островок, который позже назовут Остров Грабителей. Остров, создающий искусственную преграду для неприятеля, мог бы послужить удобным фортпостом. Дюк вместе с остатками флота начал возводить на острове крепость. Ну а раз тут пошло-поехало, сам он решил перейти грань закона, позабыв о своем дворянском и прилежном прошлом. Хотя, в принципе, и на моменте с битвой за Дрисбург можно было его считать предателем. Он основал базу на острове. Эти остатки флота превратились из некогда защитников Лордерона в шайку пиратов. В будущем эти остатки будут связаны с основанием фракции пиратов Кровавого Паруса, которые далеко не один раз появились в оригинальном World Warcraft'е в южных частях Восточных Королевств. Остров, по крайней мере, по сюжету Warcraft RPG, они использовали как эдакую пиратскую столицу, откуда было удобно совершать налеты на корабли и близкие земли, в частности, Тернистую долину и в будущем важный город, пиратскую бухту на юге локации. Еще у этого острова были истории с дворфами, которые непонятно, что тут вообще забыли, и одним орком, который пытался отыскать пропавшую сестру. Но об этом как-то в другой раз. Сам остров, пусть упоминается в Warcraft RPG, никогда не появлялся в самой игре. Однако, были все шансы, что тот мог бы появиться в World of Warcraft'е. На некоторых картах, место, где находится Остров Грабителей, находится остров, который называется Остров Хиджи. Этот остров можно было увидеть, как минимум, на одной из ранних концептуальных карт World of Warcraft'а. Предполагается, что Остров Хиджи, это альтернативное, тролльское название Острова Грабителей. Но этот остров, дальше концептуальных карт, как честности ради и многие другие острова, не ушел. Еще одна попытка реализовать Остров Грабителей, была сравнительно недавно, в Битве за Азерот. Во время бета-тестирования дополнения Битва за Азерот, в файлах игры, появилась карта под названием Остров Грабителей. Карта не содержала никакой местности, она была пустой. После беты, этот файл не появился в игре, хотя очевидная попытка ввести в игру остров, была. В каком именно виде, ну тут сложно сказать. Возможно, в виде какого-то небольшого островка, с какими-то квестами, для какой-то сюжетной цепочки, или компании. Или, что чуть более вероятно, в виде одной из карт, нового режима в этом дополнении, под названием Островные экспедиции, в котором игрокам нужно было отправляться на отдаленные забытые островки, и добывать там Азерит. Остров Грабителей мог бы потенциально стать одной из зон этого режима. Но, увы, не судьба. Ну что же, по сути на этом всё. Благодарю вас за просмотр. Удачи!